всем привет вас приветствуем на канале помощник на кухне сегодня с вами маруся и сегодня мы решили провести эксперимент эксперимент наш заключается в том что обычно мы все любим куб кабачковую икру и все ее готовим также готовим на заготовку зимнюю а я вот почему-то подумала почему не попробовать нам сделать кабачковую икру то есть рецепт кабачковой икры но использую для этого тыкву поэтому я решила попробовать сегодня и вместе с вами проэкспериментировать что у нас получится для этого я взяла тыкву немножечко для эксперимента это у меня здесь примерно 650 грамм томатную пасту соль сахар и лук масло соответственно нам нужно для обжарки я буду по классическому вот рецепту делать таки как я делаю обычно то есть сначала обжаривать буду тыкву на сковородке с двух сторон после обжарим лучок все это переложим в кастрюльку добавим томатную пасту соль сахар и будем тушить на медленном огне до уваривания что получится в конце посмотрим возможно у нас получится очень вкусная не кабачковая тыквенная икра и так жарим нашу тыковку на сковородке на раскаленном масле без обвалки то есть прямо как она есть обжариваем с двух сторон я вот нарезала их небольшими ломтиками и обжариваем с двух сторон чтоб не подгорало только-только зарумянилась нам нужно столько чтобы она зарумянилась и и после складываем в какую-нибудь емкость где будете тушить или я допустим сейчас пока перекладывать в миску а после поставлю на тушение в кастрюльку переворачиваем чтоб только они у нас не подгорели ой как она вкусно пахнет вообще я советую даже такой блюдо просто приготовить жареную таки очень вкусно мне кажется будет такой запах приятный сейчас немножко с той стороны поджарилась она и я ее убираю выкладываем следующую партию и так нам нужно всю тыковку пережарить сейчас нарезаем наш лучок можно по любому я режу полукольцами его тоже после тыковки мы сейчас обжарим он пойдет нашу тыковку тоже жарим до желатистого цвета я на наше количество тыковки взяла две руководки масло-то нам здесь обязательно нужно потому что оно входит в состав как бы кабачковой икры оно входит его вливает в готовое пюре но пока все таки хочется поспуснее я обжариваю на нем овощи на масло так наша тыковка готова обжарена кусочек обжарен сейчас мы ее уже будем готовить к тушению сюда добавим пол чайной ложечки соли я много не добавляю потому что в процессе тушения будем пробовать и по мере необходимости добавлять чуть-чуть буквально пол ложечки сахара из-за чего потому что здесь тыква тыква сладкая возможно сахару больше не понадобится и примерно столовую ложку томатной пасты если нужно будет добавить мы добавим еще процессе тушения все наши овощи готовы к тушению сейчас мы переложим мультиварку и ставим на тушение и так закладываем наши нашу тыкву с луком с томатной пастой нам нужно будет нашу игру перекрутить блендером ну и потом будем пробовать что у нас получится включаем ставим на медленный огонь я вот выбираю допустим любыми без разницы можно любой выбрать на три часа но температуру поменяем на 92 градуса даже 93 поставлю она бы три часа медленно тушится все пути теперь она у нас тушится после тушения мы его прокрутим блендером до пире образного состояния и после уже будем пробовать что у нас получится и так наша икра готова мы ее протушили после тушения про протерли через блендер что получилось у нас измельченная икра добавили еще чайную ложечку яблочного уксуса добавили немного перца черного и у нас получилось замечательно вкусная тыквенная икра по рецепту кабачковой икры что я могу сказать эксперимент удался очень вкусная вкус у нее бархатный у этой икры мне даже кажется что по вкусу она вкуснее чем кабачковая советую сделайте попробуйте я думаю она вас удивить ну 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 Продолжение следует...